Последние два года все силы врачей и медработников брошены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Без сна и отдых работники медицинской сферы с честью выполняют свой долг, приходят на помощь и спасают жизни людей. Среди них главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мерзонов. Уже почти два года, как мы находимся и работаем в ковиде. Это, поверьте, тяжелые условия, тяжелая работа. Мы работаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Огромное количество вызовов, более тысячи в день, каждый день поступают в поликлиники. Поликлиники обслуживают не только вновь поступившие вызовы, но еще оказывают помощь тем, кто обращается в поликлинику. И сейчас они еще и заняты плюс ко всему и вакцинацией. При активном участии Владислава Мерзонова в Химках идет профилактика коронавирусной инфекции. В округе развернуты инфекционные стационары в общей сложности на 741 койку. Терапевтический корпус оснастили новым кислородным оборудованием. Во дворе больницы установили емкость, которая вмещает 10 тонн жидкого кислорода. Он хранится при температуре минус 183 градуса. После запуска нового оборудования у больницы появилось три источника кислорода. Основной, резервный и аварийный. Как говорят врачи, кислород – это основная терапия для пациентов с коронавирусом. Но лучше лечения может быть только профилактика. У нас открыто 15 стационарных пунктов вакцинации. Это во всех взрослых поликлиниках, в торговом центре Мега. И 15 выездных пунктов вакцинации. То есть мы выезжаем на предприятие по заявкам. Если там формируется достаточное количество людей, мы выезжаем, чтобы прямо на месте никуда не надо было бы ходить людям провакцинировать. На регулярной основе Владислав Мирзонов проводит встречи с жителями, где рассказывает о необходимости сделать прививку, а также дает свои рекомендации людям, которые находятся в зоне повышенного риска. У меня огромная просьба ко всем жителям городского округа Химки. Вакцинируйтесь. Давайте вместе остановим эту болезнь. Вместе победим этого врага. Сейчас вы нам можете помочь. Два года медики помогают людям, но сейчас мы нуждаемся в вашей помощи. Я призываю прийти на пункт вакцинации и всем вместе победить этого злого врага. Городской округ постоянно развивается. Строятся новые дома, школы и больницы. За последнее время в Химках открылись две новые поликлиники. В ближайшие несколько недель должны открыть женскую консультацию, а в августе новую женскую поликлинику на Сходне. Также в городском округе активно идет ремонт больниц. Уже отремонтировали поликлинику номер три. Ремонтируют стационарные госпитали. А в ближайшее время начнется капитальный ремонт поликлиники на Лавочкино-22. Был разработан проект. Сейчас уже буквально на днях заходит подрядчик. Мы будем ремонтировать поликлинику на Лавочкино этапно по блокам. То есть она не будет закрываться. Мы сначала отремонтируем одну половину от первого этажа до верха. Ну и потом уже вторую половину. В поликлинике уже обновили диагностическое оборудование. Установили новый маммограф и компьютерный томограф. Новая медицинская техника поступила во все больницы городского округа. Мы получили очень много диагностического оборудования. Полностью обновлено наркозно-дыхательное оборудование, реанимационное оборудование. Из диагностического оборудования мы заменили все флюорографы, рентгеноаппараты, получили маммографы, 16 аппаратов УЗИ, причем экспортного класса. У нас заработала искусственная почка для детей. В ближайшем времени заработает во взрослой реанимации искусственная почка. Также в Химках обновлен автопарк скорой помощи. На линии работают новые машины реанимации, которые выезжают на самые сложные и экстренные вызовы. Автомобили оборудованы по последнему слову техники. В них есть все необходимое для спасения жизни человека. А Химкинская областная больница оснащена самым современным лабораторным оборудованием. Например, вот этот аппарат автоматически делает биохимический анализ крови. Владислав Мерзонов утверждает, что в Химках есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи.